Мусорная лавина. Эту ошибку также можно назвать трэш-атака или заметание пургой. И снова, это не столько ошибка, сколько злонамеренная, нечистоплотная тактика ведения дискуссии, когда игнорируются аргументы и возражения собеседника, его забрасывают все новыми и новыми некорректными вопросами, составными, бессмысленными, не относящимися к теме разговора и тому подобное, формируя у слушателей впечатление, что оппоненту нечего возразить. Велик соблазн привести примеры подобной аргументации из предвыборных дебатов или политических ток-шоу последних лет, но современная медиасфера, с одной стороны, скоротечна, с другой, непрерывно так, что вы сами легко вспомните что-либо подобное. Именно к такому стилю ведения спора относится зачастую диалог верующего с неверующим, ведь атеист, он сам себе бог, бытие 3.5. Он уверен, что ему вовсе не нужно разбираться в религии, в христианстве, в боге, он и так все об этом знает. Ему нет дела до рекомендаций великого мыслителя, математика и естествоиспытателя Блеза Паскаля, сказавшего, пусть они, по крайней мере, изучат религию, на которую они нападают, прежде чем атаковать ее. И потому атеисты наивно заваливают собеседника множеством избитых бессмысленных вопросов, на которые, как они думают, нет ответа. Рекордсменами среди таких вопросов, пожалуй, являются, где Каин взял себе жену, чем бог занимался до сотворения мира, как Ной мог собрать всех животных на ковчег, может ли бог создать такой большой камень, что сам не сможет его поднять, и невдомек вопрошающим, что у Адама было много детей, сыновей и дочерей, и чтобы узнать об этом, нужно проявить усердие в дочитах аж до пятой главы Библии, Бытие 5.4, что время, равна как и пространственной материи, атрибут сотворенного мира, Бытие 1.1, и потому применять понятие «док» тому, кто сотворил время, и существует вне его, бессмысленно, что Ной животных не собирал, они сами пришли на ковчег, Бытие 6.20, 7.8.9, что, наконец, бог много чего не может. Например, не может от себя отречься, 2 Тимофею 2.13, не может нарушать собственные клятвы и обещания, Евреям 6.18 и так далее. Просто библейское понимание всемогущества – это не способность на потребу публики делать все, что кому-либо придет в голову, а способность сделать все, что в твоей воле. И с этим у бога проблем нет. У него вообще всего одна лишь проблема – это мы с вами. Но и ее он уже решил во Христе. Апостол призывает, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением 1 Петра 3.15. Что ж, запасемся терпением, и с кротостью и благоговением будем отвечать всякому, кто готов слушать. Опечатанные издания интернет-ресурсов христианского научно-аплогистического центра вам в этом помогут. Субтитры создавал DimaTorzok